Антон Андрей Жуков. Проект «Транспорт мечты. Формат идейная и экспертная поддержка». Суть проекта. Вот мы рассматриваем Новосибирск, который у нас раздвижен речкой. И в Новосибирске имеются ярко выраженные зоны, в которых люди работают. Бизнес-офисы и прочие места, в которых они проводят деньги. Ну, условно, это рабочая зона. И, к примеру, эти рабочие зоны по городу распределены на какие-то образы. И существуют еще жилые зоны. То есть это то, где люди живут. И человек работает в одном месте, живет здесь. И идея заключается в том, что сейчас создается транспортная система Новосибирска. Разрабатывается. Создали модель электронную, в которой заложили все улицы. То есть в которую можно закидывать данные и смотреть, что получится. Но нужно туда что-то закидывать. Нужны идеи. И идея заключается в том, что сейчас существует маршрутная сеть, которая, если выложить на карту все маршруты, получится такой связанный клубок. И идея заключается в том, что мы совместно с НИИШТом запускаем такой проект. НИИШТ собирает информацию, кто откуда, куда переезжает. У них есть такой анонимный проект, на который можно зайти на НГС и отметить место, где ты живешь и где ты работаешь. Они эту информацию учитывают. Им нужно просто узнать, откуда, куда ездят люди. А мы разработали программу немножко другую. И мы сейчас договорились с НИШТом, что мы объединяемся. И суть этой идеи в следующем. Я людей прошу отметить, где они живут и где работают. Они мне предоставляют информацию, что, к примеру, в этом месте живет 550 человек. Но здесь они работают, вернее. А живут они... Я понимаю, что у меня есть зона, вот здесь они вместе живут, а здесь они работают. И тогда у меня появляется возможность создать маршрут под конкретных людей, которые едут от места, где они живут, до места, где они работают. И этот маршрут создается специально под них. Они все так или иначе друг друга там видят, знают. То есть там не будет каких-то левых, посторонних людей, там не будет пьяных, неадекватных или еще каких-то, да? Этот маршрут по уровню комфорта, он будет приблизительно сопоставим с личным автомобилем. Вот. Сели и уехали. Сели и уехали, да? Конечная точка приехали. Конечная точка приехали. И они едут утром на работу, вечером с работы. Я просчитывал стоимость поездки на таком автобусе, стоит будет порядка 150-200 рублей. Плюс едет туда-обратно, туда-обратно, да. Едут, а они могут ехать по выделенным полосам, поскольку это общественный транспорт. И в этом плане ты получаешь возможность доехать до работы почти с комфортом, как с автомобилем. На автомобиле. Едешь по выделенной полосе, не стоишь в пробке. Ты не паришься там, где припарковать автомобиль. И там, когда введут платную парковку, ты не будешь платить эти деньги. И стоимость будет намного дешевле, чем, допустим, передвигаться на автомобиле. И идея заключается... Вопрос идеи. Создан сайт. Морский. Анонимный. Мы создаем свой сайт, и они нам передают информацию. Там есть телефоны граждан, чтобы они могли с ними связываться и предложить им скоперироваться. И это как некоторый бизнес, где мы предлагаем к нам водителям, к примеру, автомобиля легкового. Он может взять, к примеру, 3-4 человека. Там газелька может взять 13-22 человека. Автобус 30 человек. Ну и различные виды транспорта. И мы предлагаем такую услугу, что, в принципе, это как некоторый бизнес, в котором могут зарабатывать владельцы вот этих транспортов, да? А с другой стороны, как люди, которые конкретно живут в каких-то районах, да? Они также могут заказывать что-то наподобие, как сейчас заказное такси. И задача следующая, что есть некоторая потребность людей, есть сайт мэрии, который собирает информацию анонимную, и они нам передают эту информацию, но там нет телефонных людей. Есть наш сайт, где мы конкретно людям предлагаем не просто помочь создать город лучше, да, создать транспортную людей, а решить личную свою проблему передвижения. То есть создать для себя такой вид передвижения, которого ранее не было, да, маршрут, разработать маршрут под себя любимым. Вот. И это рассматривают как некоторый бизнес-проект. Для того, чтобы он был самодостаточный, саморазвиваться. И идея заключается каким образом... Вопрос. Вопрос, да? Как продвигать подобный проект в городе Новосибирске? Идеи на продвижение. Идеи на продвижение. Идеи на продвижение, ну и экспертная оценка, если где-то какие-то слабые места. Хорошо, готов ли ты записывать? Ну, ты помнишь, ты сейчас формула вопрос, мы генерим идеи. У тебя, как только ты чувствуешь, что ты даешь новую вводную, ты говоришь новая вводная, и уточняешь вопрос, расширяешь или сужаешь. И мы снова генерим идеи на то, что случилось. Ну, это моя идея, но при Москве там нужен пункт пересадки. На складный порядок нужно. Итак, работаем на Андрея. Чуть-чуть уточняю еще вопрос. Это же для лиц, которые ездят на машине, да? Или не только, которые ездят еще и на общественном транспорте. Можно этой функцией пользоваться, да? Это общественный транспорт. Да, общественный транспорт и диктокси. На кого ориентирован вот этот проект? На лиц, который ездит на автомобиле и на общественном? У него, получается, два потребителя. Один, первый, это потребители. Первое, это житель, пассажир. Пассажир, вот это они. А второе, это водитель, да? Он зарабатывает деньги, который может на этой системе зарабатывать. То есть это, получается, пассажир у вас там? Нет, а сайт соединяет, сайт помогает соединить тех и других. Соединить тех и других, то есть, как бы, фактически, они друг друга находят. Да, да. Через сайт, да. Который вы это делаете. Да, но эта услуга для одних мы, для водителей, мы предлагаем дополнительный заработок, а для жителей новый вид транспорта. И вот идея вот этого продвижения, поскольку такого нет вообще, это... А сайта сейчас уже есть или еще нет? Есть прототип, на котором можно отметить, отметить точку. То есть я могу обозначить какую-то зону на сайте, и она мне покажет, что из этой зоны, где живут люди, всех людей, кто зарегистрировался. То есть я выделяю любую зону на карте, и она мне показывает второй конец тех людей, которые там зарегистрировались. То есть, ну вот, у меня, допустим, я выделю вот эту вот зону, да, у меня там, допустим, ну, несколько человек, и она показывает, что вот они здесь сосредоточены, а остальные, к примеру, вот здесь. Сколько тебе нужно людей, чтобы у тебя картина появилась объективная? Ну, какая-то... Ну, минимальная картинка 15 человек на одну маршруту. Нет, я имею в виду, вот, чтобы с города, сколько людей должны пассажиров зафиксировать свое место работы, место жизни. Нет, мне это нужно, если я им предлагаю услугу передвижения, мне нужно собрать группу, там, 10-15 человек, которые живут приблизительно в одном месте и работают приблизительно в одном месте. Первая идея через ВКонтакте, то есть четко и ясно, через ВКонтакте, четко и ясно описать идею, вот ту вкусняшку, как ты ее нам и описал. То есть, ты получаешь вовремя, едешь, не паришься, вот туда приезжаешь до точки, не надо парковаться, не надо думать, не надо там то-то-то-то-то-то-то-то. Через ВКонтакте, ну, через социальные сети, Facebook, ВКонтакте. Причем там четко фиксировать, какие зоны ты предлагаешь, например. Например, то есть вот здесь вот эту мы очертели, вот эту зону. Это не было забытым, там в зуб-то много. Я конкретно вижу, для тех, кто есть на общественном транспорте, их более конкретно можно оценить более быстрее. Взять какой-то, допустим, район, например, несколько-то по району, и там сделать на остановках есть расписание автобуса. Сделать же такое, не расписание, а объявление сайта. Описание, потому что человек просто стоит на остановке, ну, как обычно, да. То есть это как информационный, и тем самым они, ну, кто захочет, кто-то и зарегистрируется, и это уже потенциальный клиент. Еще эти зоны будут привязаны к бизнес-центраму, как правило. Клатные привязатели, не только как правило. Похожий проект, не знаю, здесь есть он или нет, в Москве и в Питере. И там реклама идет так. Езди из Москвы в Питер или туда-обратно, бесплатно. Это для водителей, потому что пассажир оплачивает бензин. На остановках и в маршрутках объявление. А хочешь, чтобы автобус заехал к тебе к подъезду? В твой квартал. В твой квартал. Чтобы ленивый идти до остановки, а хочешь, чтобы автобус подъехал к тебе к подъезду? Звони сюда. Или обращайся сюда. Еще такая идея придумать какое-то название проекта, которое бы это узнавалось. И когда все рекламы, можно этим названием объединять. Еще для водителей, наверное, хорошо, там, где пробки, взять на рекламных досках. Ну, если это название, то есть какая-то короткая, знаете, очень бросается в ДПР, там просто синяя фун и ровные буты. А можно? Да. Вот в Москве, как решалась проблема постановки задачи, берется сто добровольцев, ставятся на славые точки, переписываются просто номера транспорта. Они едут с черепашей скоростью, и у нас все это написано. Откуда товарищ выехал, докуда он едет, можно даже не спрашивать. Потому что сначала будет мало живающих, потому что стоять пробки самому... А идея в чем? Идея в чем? Что эту систему надо навязывать насильно, потому что... Идея в чем для Андрея? На Андрея работает. Для него... Идея в чем, что сбор информации, в данном случае тотальный. Тотальный сбор информации, идея понятна. Понятно. И 100 человек-добровольцев, поставленные на славые точки, это делают за неделю. Абсолютно тотально собирают. Понятно. Как было в Москве. Илья? У некоторых бывали такие случаи, машину просто забирают. Из-за того, что ты неправильно поставил. То есть нет места, и ты поставил, его увезли. После работы уходит, машины нет. И вот эта база данных, можно связаться с этими людьми, и сказать, у вас увозят, давайте вот проблему вот так. Все такси, все телефоны такси, все телефоны такси. То есть по сути, можно, я не знаю еще как, но если им предложить вот эту услугу, то есть сказать, что смотрите, у нас есть вот такая штука. Это вам как-то вообще интересно? То есть вы можете запустить постоянные маршруты какие-либо. Это там где 3-4, но до 10 может быть. Потому что они принимают звонки, то есть таксисты принимают звонки, и это может быть там их какие-то подвижения. Диспетчер. Дотальный контроль, еще сейчас работает проект, называется «Народное видео через окно». В Москве 2000 камер стоят. Фирма устанавливает за свой счет, еще доплачивают людям, которые ставят эти видеокамеры. Со мной связался организатор, который хочет солнечных батарей. Есть еще один проект, ты, наверное, о нем слышал, знаешь, это проект называется «По пути». Слышал, нет? То есть если один человек едет в то же самое место, и другому человеку нужно, то он посаживается в свою машину и доезжает, соответственно. Мы молчим. Это означает расширяй и сужай. Нужно как до каждой физиономии добралось вот это вот объявление о том, что так можно. И это, как правило, газеты, которые спускаются, типа, вот, навигаторы, или что-то такое, вот, которые каждый я сейчас спускаются ва-банки, вот, всевозможные... Это как ее, как еще называется, по-банке? Ну, да. Метрополий или что-то такое? Ну, в общем, понятно. Объявление через газеты. Бартер за бабахой. Да, скажи. Еще мысль о том, чтобы количество пассажиров увеличить за счет водителей, а на стоянку, где водитель ставит автомобили, повесить там объявление и сказать, вот, организуется вот такие откладка к месту работы. На стоянку. Где? Где ставят машины водителей? Ну, около домов. Да, около домов. А, грея, я не знаю, все машины, которые возили на аккураты, они все помечены. И их видно издалека. И, слава богу, меня сейчас пока ничего не возили, да? Ну, смотри, я просто себе представляю такую картину. Вот видишь эту помеченную машину? Ты наклей на нее свою наклейку, именно не вот такую, как там, в визитках, кладут под водой, а наклей наклейку. Задолбали эвакуаторы, пересаживаются на общественный транспорт. И там какой-нибудь, знаешь, образ какой-то там нарисовать, на вот этой картиночке, да? Чтобы в голове сразу возникала картинка, да? А, да, да. Вот и тут можешь прям обыграть. Здесь, здесь. Бартер, то есть есть те, которые разносят газеты по всем. У них есть сотрудники. Прийти к этому, в газету, которые разносят по всем, и скажут, ребята, мы ваших сотрудников устроим вот такую штуку, а вы за это напечатаете объявление о том, что мы делаем вот такие вот доставки. Понятно? То есть, продвижение разноса газета по всем, предложить им, собственно говоря, саму услугу по организации их сотрудников довоза. Да, они обвиние животных, например, бесплатно печатают. Чего бы они такое обвинили? Начинать с окошек, вот, допустим, в бизнес-центре. У бизнес-центра есть компания, которая арендует. И директоров компаний, грубо говоря, им это сказать, и они, чтобы уже передали своим работникам. Через их собрать. В PSS все это есть. В PSS есть. Информация, ну, то есть, в ССС системном социальном дефектовании, там есть о работниках, и где они проживают, и где они работают. Можно начинать, можно еще рекламироваться в точках, где сразу много людей. А где много людей? В бизнес-центрах. А есть бизнес-центры, у которых с парковочными местами просто капец, короче, как плохо. И тогда все сотрудники этого бизнес-центра будут прям тебя целовать в носик за то, что ты, блин, решишь их проблему, доставь их до бизнес-центра, и там парковочного места нету, что самое главное, самый большой геморрой-то именно в этом, что нет парковочного места. Алену, давай. Можно сказать, что можно еще и в этих компотах ставить там, ну, давай, в ресторан, там какой-нибудь. Маршрутка. Я подтягиваю о расширении сервисов, то есть про тех водителей, которые захотят оставить свой автомобиль дома, им можно предоставить услугу. Ставим видеокамеру на вашу стоянку, и вы будете контролировать ваших сохранцев автомобиля всегда. Wi-Fi в маршрутках. Он может работать по дороге. Он сел, у него бах там, его место Wi-Fi включен, компьютер, короче говоря, придумать что-то, что он еще бы работал по дороге на работу. А чем можно завлечь водителей? Вот вопрос, давайте сужаем вопрос. Мне нужны идеи, как запустить систему, потому что для того, чтобы поехали люди, нужно, чтобы там были... Завлечь водителей. ...кем, чтобы были водители. Но для того, чтобы появились водители, нужны люди. И это как в замкнутых кругах как его преодолеть, для того, чтобы появилось... Есть система рекламы по сотовому телефону. Он охватывает вообще всех. Я формулирую конкретный вопрос. Как разогреть систему, как сделать что-то такое, чтобы там появились и пассажиры, и водители. Но вот когда объявления будут на остановках или там вокруг бизнес-центров, задай вопрос. Ты пассажир или водитель? Ты хочешь пересесть со своей личного транспорта и стать пассажиром или наоборот? Хочешь водить, чтобы заработать? Нет, ну зашел пассажир. А там не будет. Хочешь личного водителя? Смотри, значит, это включить сетевую или партнерку. Сеть или партнерку. То есть, если я как водитель зарегистрировался и сделал так, что по моей наводке зарегистрировалось еще двое, то я получаю какой-то бонус, какую-то печенюху. И точно так же по пассажирам. То есть, чтобы они сами начинали таскать, тащить. То есть, какой-то бонус за то, что они притащили в сеть, внутрь сети. Каждый водитель получает гарантию, что четыре пассажира, которые он подсаживает, у них есть паспорта, личные данные, что он не подсадит, кого попало в себе машину. Эта система должна гарантировать. Или ваша постоянная ленту? Потому что любой водитель с удовольствием подсадит, но того попало, извините. В чьюшке это бесплатная одна, две, три поездки между квартурами. Да, у тебя же будет какая-то плата за пользование ресурсов. То есть, фактически, чтобы раскрутить ресурс, ты можешь не брать денег с начальных, то есть, конвертировать это в то, что сейчас Денис сказал. То есть, там может каким-то образом будет плата. Чем будет водителем? Нет, ну, изначально водителя там, словно в мэрии берем деньги. А, еще одна идея. Давай, говори. Еще есть, очень часто, что на маршрутке придут одни людям, а водители наемные, да, и вот с этими компаниями связаться, если им будет интересно в этом всем участвовать, то они предоставят машины, а водители, они уже там фактически набираются. Сделать талон, по которому человек покупает его, допустим, за тысячу рублей, и он там в течение года, ну, бессрочно, или долго, бессрочно, там, в течение года, он может потихоньку выбирать услуги какие-либо отсюда долго. То есть, идея в том, что можно стартовую сумму собрать продажей бессрочных, бессрочных талонов, по которым люди получают какие-то услуги, связанные вот здесь. Или, смотрите, система открывается, вот сейчас вы можете первые тысячи талонов под тысячу рублей, потому что она раскрывается, потому что и в течение года вы можете пользоваться, короче говоря, мы запустим. А как только люди пребывают туда, ну и так же, короче говоря, и наводят. Ну, цена растет над товарами. А потом оно будет все дорого, а вот сейчас? Да, да, да. То есть, надо в газете опубликовать, что первый, кто зарегистрировался в этой системе, ну, как бы, получит места, а остальные могут и получить. То есть, у нас было бы ограничено. Ну, что ж, уважаемый капитан, твои 20 минут завершились, что было ценного для тебя? Вообще. Ну, вообще, само выступление, отработка идеи и обратная связь. И очень интересно, когда люди не просто смотрят на тебя, а еще куда-то попали. Что, раздаем? Да.